Попадание ракеты по больнице Аль-Ахли в секторе Газа вечером 17 октября. По данным палестинской стороны, жертвами могли стать несколько сот человек. Страшные кадры последствий предполагаемого ракетного удара разлетелись по всему миру. Палестинская сторона утверждает, что удар по больнице Аль-Ахли был нанесен израильскими военными. В свою очередь в Цахал отрицают свою причастность к удару и возлагают ответственность за него на террористическую группировку «Исламский джихад» и обвиняют палестинскую сторону в подлоге. В 18.15 Хамас выпустил ракеты по Израилю. Затем в 18.59 боевики «Исламского джихада» выпустили около десяти ракет с близлежащего кладбища. Было в 18.59, когда появились сообщения о взрыве в больнице Аль-Ахли в секторе газа. По данным нашей разведки, Хамас проверил сообщения, понял, что это была осечка ракеты «Исламского джихада» и решил запустить глобальную кампанию в СМИ с целью скрыть то, что произошло на самом деле. Они пошли на завышение количества жертв. Они абсолютно точно понимали, что эта ракета, выпущенная боевиками «Исламского джихада» нанесла ущерб больнице. Анализ наших аэрофотосъемок подтверждает, что никакого прямого попадания в саму больницу не было. Западные страны осудили атаку на больницу Аль-Ахли и выразили сожаление по поводу сообщений о многочисленных жертвах. В частности, на сайте Белого дома появилось заявление Джо Байдена, в котором в том числе говорится о намерении, цитата, «продолжить сбор информации о том, что именно произошло». Сам же президент США в среду приземлился в Тель-Авиве, чтобы лично встретиться с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. После атаки боевиков Хамас 7 октября США однозначно выразили свою поддержку Израилю в борьбе с терроризмом. Нетаньяху поблагодарил Байдена за солидарность и напомнил о черном дне в истории США. «7 октября Хамас убил 1400 израильтян, а может быть и больше. В этой стране проживает менее 10 миллионов человек. Это было бы эквивалентно более чем 50 тысячам американцев, убитых в один день. Это 11 сентября, помноженное на 20. Вот почему 7 октября – еще один день бесчестия». Джо Байден, в свою очередь, заверил, что американцы скорбят вместе с Израилем о погибших вследствие атаки Хамас. Восхитился мужеством израильтян, но вместе с тем поделился опасением относительно ответных мер со стороны Цахал. «Американцы переживают, американцы волнуются, потому что это нелегкая задача – ориентироваться в том, что вам приходится делать». После попадания ракеты в больницу в Гази глава палестинской автономии Махмуд Аббас отказался от встречи с американским президентом и лидерами стран Лижнего Востока, которая должна была пройти в Омане 18 октября. На отмененных переговорах должны были обсуждаться в том числе пути прекращения Палестино-израильского конфликта. А в ночь с 17 на 18 октября волна протестов после сообщений о попадании ракеты по больнице в Гази прокатилась в странах с мусульманским большинством. На улицах Иордании, Ливана, Туниса, Ирака, Турции люди выкрикивали антиизраильские лозунги, жгли израильские флаги и требовали возмездия. Тем временем Египет продолжает держать границу с сектором Газа для палестинских беженцев закрытой. Он предложил разместить беженцев из Газы в израильской пустыне. Иордания также не принимает мирных жителей Газа на своей территории. Вот что по этому поводу сказал президент Египта на встрече в Каире с канцлером Германии Олафом Шольцем, также посетившим Израиль. «Идея перемещения палестинцев из сектора Газа в Египет просто означает, что аналогичная ситуация возникнет и с перемещением палестинцев с западного берега реки Иордан в Иорданию. Это означает, что идея палестинского государства, которую мы обсуждаем и которую обсуждает международное сообщество, больше не будет возможной». Наутро после попадания ракеты по больнице Аля-Ахли продолжается ликвидация последствий. Израильская армия продолжает вести операцию против террористов Хамас в секторе Газа, а сотни тысяч палестинцев продолжают находиться в зоне повышенной опасности. Подробнее ситуацию на Ближнем Востоке обсудим с экспертом на связи со студией эксперта по вопросам безопасности Сергей Мигдаль. Сергей, спасибо, что присоединились к нашему эфиру. Здравствуйте, приветствую всех зрителей. Сергей, к точке зрения Израиля склоняются и США. Тем не менее, насколько можно быть полностью уверенным в том, что это попадание ракеты не связано с атаками Израиля на сектор Газа? Можно быть уверенным в том, что эта ракета, которая попала в автомобильную стоянку рядом с больницей Али, не была израильской. Израиль ее не запускала. Мы прекрасно знаем, чья это ракета. Это ракета дальнего действия исламского джихада. Как бы в данном случае для расследования сделала хорошо то, что это произошло, обратите внимание, не в горах Афганистана, не в центральной Сибири и не в джунглях в Пантагонии, а в полосе Газа на ее юге. Совершенно плоское место. Вы, наверное, слышали, что вы приехали в Израиль уже полторы тысячи журналистов. Среди них много очень телевизионных teams. И там выставлены камеры. Можно зайти в YouTube и видеть просто live feed как минимум из 20 разных камер по всей территории Газа. Она вся просматривается с израильской территорией в сторону моря легко. Там нет ни гор, ни холмов, ничего. И многие из этих камер запечатлели эту самую ракету, которая была запущена с пусковой остановки исламского джихада, почти в углу недалеко от моря у египетской границы, по траектории, которая идет над больницей, находящейся северо-восточнее ее. И одна из ракет, там был залп несколько, одна из ракет очень развалилась в воздухе, это хорошо видно, и упала прямо на стоянку больницы. Причем ее, как вы понимаете, топливный бак был полон топлива, которое только разлилось. Это большая ракета, немаленький Касан, тяжелая ракета, и это разлилось, и вызвало большой взрыв и пожар именно на стоянке. Как вы видите сейчас на кадрах, которые вы только что показывали, здание больницы сами целы, в некоторых местах выбиты стекла, но сами здания целы, и продолжают у них работать врачи, и лежать пациенты. А пожар этот огромный и взрыв горючей смеси, топливный, произошел на стоянке, где скопилось много беженцев, которые ушли. Это очередной случай, особенно у исламского джихада, который менее хорошо снабжался, чем в Хамасе. Нет таких ресурсов. В предыдущем конфликте 25 ракет разваливались в полете и падали на головы самим палестинцам. Да, обычно от этого были небольшие жертвы. Был, правда, страшный случай, когда Хамасовская ракета упала на дом и побила 16 человек палестинской семьи. Но поскольку это тяжелая, более ракета, более мощная, с большим количеством топлива и мощной боеголовкой, и упала прямо на людей, которые собрались на этой автомобильной стоянке с вторичной детонацией автомобиля, очевидно, получилось так. Конечно, видео очень важно, потому что оно может понять, просматривать и свежие авторизованные видео любой человек. Ясно, что, например, президент Байден получил полный доклад от своего Совета национальной безопасности. Там несколько сразу летают патрульных самолетов. Есть спутник Кэйдж-12, который просто висит сейчас над Израилем и Газой. И было все это прекрасно видно, и все это заплечено. Поэтому, например, того же Байдена или Макрона, или Риши Сонака уговаривать не надо. Они и так получают это не от заинтересованной, не объективной израильской стороны, а от своих собственных военных и технических служб. Сергей, вот эта новость о жертвах в результате попадания ракеток на территории рядом с больницей, она уже вызвала бурю возмущения в мире. Многие сразу, не разбираясь, возложили вину не Израиль. Тем не менее, в этой ситуации, насколько все-таки вероятно, что вот в этой ситуации, когда Израиль увидел такую реакцию, что Израиль все-таки решится на наземную операцию, в ходе которой жертв будет, предположительно, конечно, гораздо больше, чем в результате взрыва накануне, даже если Израиль к этому не имеет никакого отношения? Только еще раз, Израиль к этому не имеет никакого отношения. Это очередное преступление ислама-джихадовских и хамасовских нацистов, которых, кстати, ожидает та же судьба, что и нацистов германских, итальянских и игиловских, и очень скоро. А то, что вы сказали, очень правильно, поскольку, во-первых, сто процентов, что наземное наступление состоится. Сейчас идут уже последние как бы штрихи подготовки, как военной, так и логистической, так и, надо сказать, политико-дипломатической. Это тоже очень важно совместно с нашими союзниками, в первую очередь США, Германией, Великобританией и Францией. А во-вторых, вы совершенно правы в том, что когда начнется разрезание полосы газа на 3-4 сектора, вход бронетанковых колонн, высадка морских десантов, наверное, я не знаю, точных планов в нескольких точках, все это сопровождаться будет огромным боевым огневым поражением, поскольку в Израиле ни у кого нет настроения тратить просто так жизни своих солдат, а наоборот настроение их максимально сохранить, жизни своих военных. И поэтому я, к сожалению, могу сказать, что могут быть гораздо большие жертвы, причем очень важно понимать, не все это понимают, я не объясняю, для арабской улицы, которая разогрета пропагандой Аль-Джазиры и джекадистов, а для рациональных людей всех национальностей, и арабов, и немцев, и американцев, которые как бы знают немножко не только историю, но и юриспруденцию, и понимают, что законы войны, во время ведения войны против врага, который на вас напал, совершил агрессивные действия, позволяют, есть такое понятие военной необходимости. Как вы знаете, при военной необходимости, к сожалению, неизбежны, когда нужно защитить собственные силы, продвигающиеся к цели, иногда под это попадают и гражданские лица. И чтобы далеко не ходить, последний пример этого, это, естественно, война против ИГИЛ, и вот финальное решительное наступление Соединенных Штатов Америки, их союзников, в числе Англии и Франции, на город Моссел, иракскую столицу, миллионный город, невероятно плотные застройки. Он был захвачен, ИГИЛ уничтожен, до сих пор никто не знает, но речь идет, может быть, от 40 до 70 тысяч погибших, гражданских. Трупный запах висел там месяцами, и тела, по-моему, ищут нескольких до сих пор в развалинах. А уж если Америки и западной коалиции можно делать это, чтобы уничтожить ИГИЛовских нацистов, то мы тоже сделаем не менее того, чтобы уничтожить Хамасовско-ИГИЛовских нацистов. Тем не менее, Израиль очень хочет, чтобы были гуманитарные коридоры. Мы уже обозначили гуманитарные зоны, в основном, у моря. Здесь пляж и нету большой вообще никакой застройки. Также в южном секторе. Кстати, большинство жителей Северной Газы поняли этот месседж, и сотни тысяч ушли на юг, несмотря на попытки Хамаса им запретить, помешать. Но поскольку боевики Хамаса полагачиваются под землей, им не очень это получилось. Потому что просто нету достаточно количества боевиков, вооруженных над поверхностью, чтобы такую огромную толпу остановить. Насколько сейчас, ввиду этой актуальной ситуации, повысились риски вмешательства конфликт других сил, например, боевиков Хизбаллах со стороны Ливана? Боевики Хизбаллах уже вмешиваются. И прямо вот сегодня были уничтожены еще несколько боевиков Хизбалла. Сама Хизбалла это признает. Их в телевидении Альманар публикует весь день их фотографии. Израиль, в общем, снял как бы мягкие перчатки. Вчера и сегодня уже атакуют не только с боевых вертолетов и танков, но и с самолетов и беспилотников тяжелыми бомбами, а также наземными ракетными системами, уничтожая все, что может представлять конкретную опасность для наших пограничных пунктов. То есть, в первую очередь, расчеты ПТРК, командные пункты. Любые люди, которые приближаются, по заявлению командующих Северным округом, в отличие от того, что было до нарушения Хизбалла и перемирия, теперь сразу уничтожаются. Естественно. То есть, это мертвая зона сейчас к северу от забора. Также Израиль эвакуировал все деревники Буца и Машавы с нашей стороны, чтобы не подвергать опасности мирных жителей наших. И, тем не менее, пока то, что видно, что Хизбалла скорее подгонит волну, отбывает номер, пытается показать всем, что вот она солидарна с борьбой Хамаса, но они вступают в войну полноценно по разным причинам, в том числе и потому, что является явный элемент сдерживания вместе с мощью ЦАЛа. Надо понимать, что подавляющее большинство израильской армии сейчас находится именно там. Более полумиллиона человек у нас под ружьем будет еще. Для газа просто столько не нужно. Там вряд ли будет более 20% наших боевых частей. И, что главное, теперь Америка высказалась однозначно, что она вмешается. Если Хизбалла, которая, в общем, совершенно не прикрытая орудие Ирана, то она вмешается, скорее всего, и против Хизбаллы в Ливане, и против других иранских интересов. В Сирии и в самом Иране. Как вы знаете, две ударных авианосных группы уже находятся в Восточном Средиземноморье. Подходит еще одна группа во главе с американским УДК, который несет за себе 2000 морских пехотинцев, тоже боевые самолеты и вертолеты. С него взлетают F-35B с вертикальным взлетом и посадкой. И приведены в боевую готовность все американские базы в Восточном Средиземноморье, и британские тоже. То есть это Сиганелла на Сицилии, Фоджи, авиано в Италии. На Крите, Суда, Бэй и Хания, Андровида в Греции, Акротире на Кипре. Англичане тоже в готовности, тоже посадили уже сюда авианосную группу во главе с авианосцем к Финелле Заветту. Не забывайте, что на кораблях сопровождения этих групп сотни и тысячи различных ракет, в том числе Томагавки, которые могут легко ударить со своего, в том месте, где это находится. Кстати, не только по целям Хизбаллы в Ливане и в Сирии, но даже и по Ирану. Не надо для этого идти в Персидский залив. И это вроде бы заявило, вместе с однозначными заявлениями Байдена, что он полностью на стороне Израиля. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok